Уважаемые друзья, что же, Дима настаивал, я согласился, ладно, так и быть. Мы сейчас по замечательному нашему Енисею, такому бурому, коричневому. Мы прям с Денисом на этой замечательной лодке, которая вмещает 5 человек, не более. Мы поплывем прям до статуи Будды, на стыке Большого и Малого Енисея. Ну что же, поехали! Ну что же, уважаемые друзья, вот мы и причалились. И сейчас, соответственно, мы драться, сейчас мы пойдем и посмотрим, насколько статуя Будды велика по своему объему и по своим размерам. Вперед! Нам сегодня, друзья, подфартило очень сильно с погодой, потому что все-таки очень комфортные 27-26 градусов, где-то так. Соответственно, эта часть Малого Енисея, она идет у нас с Кахемского кожуна, то бишь района. Вон та часть идет чуть севернее, северо-восточнее, соответственно, с Пехемского и Тоджинского кожуна. Так, идемте. Снимайте, поднимаемся. Вот она. Сниму очки для восприятия картины. Вот она, золотая сапога. Очень круто, очень. Самое, что, знаете, мне нравится, все очень-очень аккуратно. Вид на город Кызыл, на Центр-Азии, соответственно, на мост. Та часть уходит прямиком на Хакасию, ну и статуя тоже. Пойдемте, пройдемте, еще еще посмотрим. Ну что же, сейчас мы находимся возле молельных барабанов. Для каждого буддиста это очень важный атрибут этого большого философского нравственного учения. А чем мне нравится буддизм? Своей добротой, открытостью, философичностью, своей миролюбивостью, что немаловажно. Поэтому для каждого человека, кто исповедует именно буддизм, прийти сюда, это дело большой важности. Для некоторых это даже целое событие, потому что добыть сюда не всегда получается. Тува единственный, или вернее один из немногих регионов, где рука в руку рядышком идут буддизм и шаманизм. Вот это здание называется Бурэзи, соответственно, когда происходят какие-то мероприятия. Здесь ламы, здесь служители культа, проводят какие-то мероприятия. Что же вы думаете, вот рядышком для наших зрителей вот такие сооружения. На них люди, мы уже об этом не хотим говорить, что повязывают вот такие разноцветные ленточки, читают молитвы, загадывают какие-то мысли. Это все-таки больше уже от шаманизма. И как видите, это все спокойненько соседствует здесь, на стыке Большого и Малого Енисея в республике Тува. Друзья мои, если вы думаете, что это все установлено в таком нелюдном, недоступном месте, здесь нет ничего технологичного, то вы ошибаетесь. Здесь огромная солнечная панель, которая обеспечивает электричеством не только саму статую при ее освещении, но и вот эти два хурэ, и люди здесь спокойненько могут себя чувствовать абсолютно комфортно. Вот. Эх, как же здесь красиво! Какое чистое голубое небо. Добро пожаловать в республику Тува, друзья! Мы поехали обратно в Кызыл! Добро пожаловать в Кызыл!